МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Треба ведать, у вересня, у регионе, пройдуть акции по экспресс-тестировании на ВИЧ. Квятней город над Сожем. У Гомеле з'явилася новая граффити. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Сегодня у Гомельском районе проходит республиканская нарада по пытаниях вытворчасти и поставки у гандлёвые сетки айчинной плодоогородненной продукции. Удельники – керавники Министерства, сельскохосподарших и перепрацовших организаций фермерских господарок. Все лето стабилизационные фонды краины будут полностью забеспечены айчинной Гародненной и Садовиной. Проблем при организации вытворчего процесса не иснуе, на двород. Объемы творчости повеличиваются, что позволяет забеспечить потребы гандлю. Вот только полностью реализовать айчинную Гародненную и Садовину не зауседы отримливается. Гэта обмолена ценоутворением. Нередко буйные гандлёвые организации завышают оптовые цены у 4-5 разов. Если набросили на эту надбавку торговые 40-50%, надо посмотреть. Вот здесь внимательно. И мы тогда говорим, то если мы, давайте договоримся, мы на 10 уступим на опте, и вы на 10 там, тогда человек придет, и для него все будет доступно. Подробязный репортаж глядите у наступным выпуску новинов. Господарки региона практически выконали держзаказ по сдаче сборжа. У лик державных республиканских потреб поставлено больше, чем 101 тысяча тонн, что складает 99% до плану. На 100 и больше процентов выконали поставки 10 районов области. Самый важкий уклад все лето унес Добрышский район, господарки якого отгрузили 14 тысяч тонн сборжа. Те 127% до плану. 10 вересня отзнашается Международный день продухеления самозабойствов. На Гомельщине с этой нагоды запланованы широкие мероприемствов. Первым из них стало проведение круглого стола за делом специалистов по психиатрии, психотерапии и психологии. С думками медиков ознайомился Олег Сентюров. Пациенты, которые здесь не спробуют суициду, знаходятся в этом доме. Их докладная колькость николе не называется. В одном итоге, что с каждых 100 тысяч жахаров Гомельщины, к лет 13 человек, заявляются потенциальными самозабойствами. Это дорече не на 30% меньше, чем у средних по Беларуси. У Гомельской областной психиатричной больницы подкресливают. Ситуацию с суицидами отравилась стабилизовать. И на протягу оппочтного года колькость людей, скиденных до самозабойствования повеличивается. При том, что причины, на которые спасаются эти люди, практически не изменились. Проблемы у семьи на работе и несчастное кахание. Правда, у некий период к лопоту медикам додали социальные сетки, так званые деструктивные сайты, какие закликали подлетков до самозабойствов. Их кураторами, звичайно, заявляются люди не просто с высоким узройным интеллектом, а с глубокими ведами о глине подлетковой психологии. Очень часто оказывается, что матери, убежденные, что у них совершенно благополучная семья и успешный ребенок, узнают едва ли не последними. И хорошо, если перед самоубийством, а просто обнаружив многочисленные порезы и татуировки в виде синего кита у своего подростка. И в этом плане для профилактики суицидов в этой категории очень важен именно благожелательный, эмоциональный, искренний контакт. Интерес молоди до темы життя и смерти был уластивый завсюды. Достатково узгадать такие субкультуры, як эма и готы, а лекали тримать их под контролем, ситуация не заявляется критичной. Особливая увага людям сталого взрослым. В этом периоде отбывается страта работы в связи с выходом на пенсию, як выник измена житлевых каштовностей и почтение потребностей, и ащедная ситуация, якая сдольная выкликать глубокую депрессию, страта работы в процессе дольном взросе. Специалисты рают у таких выпадках звертаться до медиков, не обовязково до психиатров в больнице, можно и до психологов в поликлиниках. Уречься то, что для некого заявляется невеликой часовой проблемой, для иншого может показаться стратой сенса усягоджиття. Конечно, многое зависит от образования, от возраста, от социального положения, социального окружения. Но каждый человек в своей жизни сталкивается с трудностями, ситуациями, которые приводят к каким-то депрессивным моментам, приводят к чувству безысходности и к тому, что человек не видит выхода из создавшейся ситуации. Для этого и существует наша психиатрическая служба. Это не значит, что это врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, которые помогут человеку разобраться в данной ситуации и показать ему открытые двери. Александр Роу, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». У Гомели Речицы 16 вересня плануется провести акции по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мероприемства пройдутся в рамках республиканской информационной кампании «Тычатся на ватых, кого не тычатся». У Гомели основной пляцовкой станет площадь Паустанне. У Речицы – набережная Днепра. Зрабить экспресс-тесты пропонуют усім жадающим. Нагадаем, у мае в гомельских аптеках з'явилися тесты по вызначенні ВИЧ у сліне. Яны дозволяюць самостойно на протягу некольких хвілін доведацца про свой ВИЧ-статус. Выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната незвычайно означали початок нового навучального года. У их гонор у адным з ресторанов Гомеля организовали свята с почастунками и забавляльной программой. Подарыць детям-сиротам массу ураженню от атмосферы семейного отпочинку у ресторане. Менавіта на гэта различывали организаторы акции. Гомельское областное отделение Белорусского товарыства «Червоного крыжа» и объединение «Ресторанный дворок». Паспробовать новые для себе стравы и поудельничать у шоу с клоунами запросили 20 дятей-сирот. До гэтага подлетки николи не наведывали подобных установ. Худковых аванцы скончать с навучанье у школе-интернате. Многие отправятся у дамы для молодых инвалидов. Тому подобные мероприемствы у звычайной городской атмосферы забавляльной программой яркое уражене и махшимость социализации у сучасном грамадстве. На память обстоятельствах аванцы Луковской школы отримали и сувениры от спонсоров. «Мы решили взять именно эту школу-интернату Луковскую, свои подшефтные, как говорится, и оказывать дальнейшее им содействие. И созрела такая идея совместно с рестораном детей привезти в данный ресторан, покормить их вкусно, потому что это детки-детки-сироты, и они в таком ресторане однозначно не были. На этом наша акция не останавливается. В дальнейшем мы будем тоже искать какие-нибудь интересные места, куда мы могли приглашать детей. У нас не первый раз проходят такие благотворительные сектор-дизайнер Дмитрий Козлюк. На одном из будинков по Советской улице он зарабил великое малевничное граффити. Это мостатский роспис по мерам 10 на 5 метров. У центра вид на Палацево-парковый ансамбль, свышенит тушиного полету. Побыч символика свята и лозунг на белорусской мове. Это мой подарок городу монументальный на день города 875, который я решил совместно с БРСМ изобразить на стене центральной улицы города Гомеля. Мы видим символику мероприятия самого и слоган на белорусском языке «Квитней, город над Сожем». Так, чтобы молодежи, возможно, появилось желание разговаривать на родном языке. У Гомеля открылась выстава под названием «Под той бок» – невядомая фотография закупированной территории СССР и Советско-Германского фронта. Экспозиция у картиной галереи Гаврила Вашенки наличивает 60 снимков часов Великой Отчинной войны. Фотодокументы собраны историкам, выкладчикам Национального института усходних мов и цивилизации у Парижа Георгием Шепелевым. Фотодокументы узнавляют картину жорсткого нацистского режима, жития советских грамадзян в умовах окупации и одночасово самоданного сопротивления у борозьбе с ворогом. Сегодня мы видим очень много разночтений в истории Великой Отечественной войны и видим большое количество фальсификаций по отношению к ней. Данные фотографии, которые демонстрируют как раз-таки быт оккупированных территорий, демонстрируют, каковы были реальные цели фашистской Германии. Это было тотальное уничтожение оккупированных территорий и населения оккупированных территорий. И вот с этой целью демонстрируется, чтобы продемонстрировать, как на самом деле и что на самом деле было в те времена. Як часто мы чуем пожадание удачи на дорогах и счастливого шляху. Однако, кали разобраться, гэтае удача залежать от кожного удельника дорожного руху. Сёня створальники программы «Добрый вечер, Гомель» пропанують завернуться до автомобильной темы и обмерковать ситуацию на дорогах региона. У студию завитают супрацовники Держаутоинспекции, инструкторы аутошкол и консультанты аутосалона. Глядите программу сёня у 20.40 на телеканале «Беларусь-Чатыры». Долучайтесь до размовы. Телефануйте у студии по номеру промога эфиру 34-22-43. Гэта и иншая новинка вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далей у эфиры спортивный агляд. З новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин